Найти артефакт черный выброс. Мне нужно найти артефакт подземелья лаборатории их 16, что на янтаре, и отключить выжигатель мозгов. Довольно классическое задание, прийти, найти и выключить. В общем-то мы даже недавно там бродили в каком-то другом моде. Да и вообще в последнее время ТЧ очень много, надо будет после этого что-то на ЗП пройти. А ведь у меня было в планах пройти возвращение шрама 2, он вышел уже больше года назад, тогда я его пропустил. Почему бы не пройти сейчас? Типа броня меня должна защитить. Честно говоря, даже особо прям стреляться нет желания. Опа, подожди, меня дамажит? По башке. Ну может я уроды хотя бы получать не буду? Не знаю, хп у меня восстанавливается. Наоборот, а не падает. А броню вот я уже довольно сильно убил. Переход, поехали. Артефакт черный выброс. Подозреваю, что он тоже спрятан где-то в самом конце, куда я дойду после выключения выжигателя. А тут чего-то особо-то никого и нет. Не встречают меня, не ждут что ли совсем. Ну, я пошел. Надеюсь, товарищ Сахаров меня не обманул. Я действительно не отъеду. Первый рубильник. Вот давай просто оторвем рубильники, чтобы потом никто не смог включить установку. Как вам идея? Нет, мы просто выключим, чтобы потом опять какой-то Петя Ватрушкин подошел, включил. И в очередном моде заработала пси-установка. Это что? Просто огненные шары. Огненные шары это когда принял душ с шампунем со вкусом ментола. А это так, знаешь. Дергаем. Ну и осталось тут всего ничего. Последняя установка. О, нормально. Прям тут висит. Прям, знаешь, как-то красиво даже подсвечивается. Как-то бы его сфоткать. Подбираем. Тут задание выполнено. Ну и, конечно, вырубаем установку. Мозг до 5. Ну какого фига? Всю броню убили. Она тут как-то слишком быстро умирает. О. О, контролёру нет. Ну, тем лучше. В общем-то всё. Особо меня тут ничего не держит. Единственное, что можно, это понабрать артов. О, да ладно, правда? Всё-таки он тут есть. Почему-то он меня не захотел бить. Похоже, он беззащитен в ближнем бою. В некоторых модах контролёр такой сильный, что ты к нему подойдёшь, он тебе даст топлеух одну такую, отцовскую. И всё. Ладно, уходим отсюда. Тут опять вертолёт. Отлично, призрак. Ты же такой мозговый ключок. Ты же... Да, кстати, за гумитным пунктом. Почему здесь все персонажи разговаривают так? Убиротворённо, спокойно. Ну а чего паниковать, правильно? Всё хорошо. Здорово. Я нашёл артефакт. Вот он. Только почему чёрный, если он жёлтый? Молодец, призрак. Кстати, стрелок не нашёл этот артефакт, только потому, что он не знал, где находится чёрный выброс. А чёрный, потому что у него только плохие свойства. После того, как ты пошёл искать артефакт, ко мне в бункер телепортировался стрелок. А давай посмотрим, что там за свойства-то. Ооо, подожди, что если я его надену? Класс. Очень крутой артефакт. Просто умираешь. Так вот, телепортировался стрелок. Он пытал меня, и я ему всё рассказал. Терять было нечего. Артефакт уже был у тебя. Он, как и Карин, вколол мне сильнодействующий наркотик. Я умираю. Артефакт оставь при себе. Ведь только у тебя стрелок не сможет его отобрать. Ааа, чёрт, опять! Профессор, что с вами? Какой-то он немножко чокнутый, да? Вы заметили? Этот стрелок. То есть в оригинале он не такой плохой. Ну просто вот он дофига любопытный. Но он не сказать, что прям злодей. У него свои цели. Он на всех плюёт, да, идёт по головам. А тут он просто такой, ооо, злой. Всем вкалывает какое-то вещество. Во, чего ты там это-то. Мне предлагают сразу же направляться в сторону армейских складов. Чтоб там поговорить с Лукашом. Я думаю, так и сделаем. А смысл тут сидеть, что-то вытворять. Поехали. Но броня у меня, конечно, убита. Из-за того, что она в таком плохом состоянии, я получаю ощутимый урон. Не знаю, что тут подкрутили. Может, в версии 1.0.0.4 с бронёй такой прикол какой-то, что она быстро ломается. Ну вот так вот. Долговцы будут. Есть такие. Но я в этом не участвую. У меня своя дорога. Не, ну в предыдущем мод, в котором мы играли, там автор хотя бы попытался как-то изменить зону под то, что тут когда-то проходил стрелок. А-ля мечный. О, нихрена снайпер-враг. А тут получается как-то всё по дефолтному, по ТЧ-шному. Мне нужен лидер свободы. Важная информация. Отряд долго, но я, конечно, не с отрядом долго сюда пришёл. Задать пару вопросов. Здорово, Лукаш. Почему можно подлечить у него, спросить. Прикинь, тебя лидер группировки лечит. Кайф. Эээ, ты кто? Я призрак. Из наёмных убийц. А, вспомнил. И как это тебя дальше бар занесло? Сидели бы на своём акропроме. Мне нужен путь к бункеру управления монолитом. Ты сдурел? Да тебе туда не дойти, даже если с тобой армия будет идти. Я не сдурел. И мне срочно туда нужно. Если знаешь путь, то помоги мне. Я сам дальше чаясь не был. Но примерно знаю, где бум. Ты, я вижу, нормальный мужик. Да и выжигатель мозгов отключил. Дать информацию я тебе смогу только тогда, когда ты мне поможешь. Я слышал, что на барьере наши ждут атаки монолитовцев. Помоги им отбиться. А там дальше я тебе помогу. Барьер-то недалеко здесь. Главного на барьере зовут Кеп. Хорошо. Я уже помчался туда. Да, помчался. Но хорошо бы было винторезик взять. Который обычно всегда заваливается на пол. Как и в этот раз, да. Состояние навьё. Ну, в принципе, его можно использовать вместо грозы. Патроны, конечно, тоже надо забрать. Куда без них. У меня не так их много. Всё провалилось. Целых пять пачек. Щедро. 150, 150. Этого должно хватить. Вовремя ты. Ну, в общем-то, дефолтный диалог. Защитить. Как и квест. Тоже стандартный. Пожди, сейчас этого убьют. Если Кейп умрёт, то всё, квест провалится. Можно спрятаться в автобусе. Кстати, почему бы нет? Довольно близко. Можно сразу всех монолитовцев видеть. Чего там сзади было? Полтергейст, что ли, прилетел? Не дурно. На звуке выстрела припёрся. Поговорить с командиром блокпоста. Мужик, отойди, а. Смотри, не могу выйти. Ладно, живём. Спасибо. Удачи, призрак. Всё, Лукаш. Осталась только твоя часть угоды. Молодец, призрак. Я думал, что ты убежишь. А ты не убежал. Значит, путь в бум тебе действительно нужен. Слушай, ты сейчас должен идти в Припять. Это за радаром. А в Припяти есть хорошие ребята-сталкеры. Вот они там уже всё перелопатили. Так что сходи к ним. Они должны знать, где бум. Кстати. Я край муха слышал, что на радаре пси-излучение повышенное. Не знаю, правда это или брешет. Но всё-таки прими от нас в подарок комбинезон Себа. Спасибо. Да вы что? Серьёзно? О, ещё 4000 дали. Раз ты помог ребятам. Что? Я вступил в свободу? Я этого не хотел? Засчитываю тебя в нашу группировку. Но я этого не просил. Ладно. Ладно, значит со сталкерами. Ну то есть мне в принципе прорваться через проход. Попасть туда к сталкерам. Ну и всё. О, кстати проход открыл. Ого, я зашёл святая святых. Ну там по-любому в Севе, поэтому улучшенные какие-то комбезы я брать не буду. Бульдог можно было конечно с собой взять. Шмальнуть пару раз. А да возьмём, с ним никто никогда не играет. Но и не играют конечно не просто так. Тогда можно будет выкинуть гром. Или продать. Выкинуть, потому что я не могу шевелиться. Ну или выкинуть дробь. Абаканчик скорее всего тоже. Мужик дай пройти. Доперки у меня теперь не пропускает. Опа. Всё. Забирай. 2900. Неплохо. Ну и всё. Пистолет ещё я с собой ношу. Я оставлю, который в начале игры был такой лорный. Артефакт. Вот ещё забирай. Ну вот. Бульдог. К нему 13 зарядов. По приколу можно будет в какую-нибудь толпу монолитовцев зажать. Сюда патрончики. Есть. К винторезу есть. А. Подожди. А. Вон оно что. 30 патронов сюда вставляется. Да. Я видел. Разработчик писал. Что вот он внёс такое изменение. Не знаю зачем. Винторез. Хорошее оружие. Хороший дамаг. Дальность. Кратность. Так ещё и 30 патронов теперь. Его маленький магазин это был таким. Компенсацией имбалансности. Ну. В реале наверное конечно есть магазины на 30, на 20 патронов. Тут опять война с монолитовцами. Я уже знаете как-то с ними не хочу сейчас. Сражаться тут. Поэтому нам бы просто пробежать. А просто тут не пробежишь. Не повредив костюм. По сути особо нечего показывать. Стандартный отстрел. Монолитовцев на стандартных позициях. Но опять же что вы хотите мод 2012 года. Нифига себе у тебя набор. Не это разраб какие-то тут приколы прописал. Но не может такого падать. Таких артефактов. Обычных челов. Ну ладно. Раз он такое. Хм. Понакидал. Я не прочь конечно взять. Только бы на пулестойкость что-то было. А не просто шляпа. Хорошо что хотя бы не нужно зачищать лабораторию. Да. Скажем на этом спасибо. Ну кстати меня жмыхать будет. Слышали? А как я там пробегу? Там же киллаура должна стоять. Я же помню этот спидранерский прикол. Спидранил я когда-то. Надо было бежать через лес. Но в конце там. Ну там не киллаура. Тебя завалит там на какой-то удар. Надеюсь разраб тут просто это выключил. Не походу каждый такой тик. Благотворно влияет на меня. Потому что броня не отнимается. Хотя должна по идее. ХП не отнимается. Ну тут нет. Тут нет киллауры той самой. Того самого третьего смертельного удара. Вот те самые сталкеры с которыми мне надо познакомиться. Орлы. Служите меня внимательно. Будем пробиваться к станции. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Подвини, Шрак. Это ты. У меня ты сообщил Лукаш. Говорят, ты отличный мужик. Мы тебе поможем дойти до ЧАЭРС. Вперед. Вот это он мимик натуральный. Как у него голос-то изменился так резко. Мне нужно просто с ними пройти. Получается, да. Дал автостоянки так же. Ну ладно, это мы умеем. Тут, в общем, ничего сложного нет. Пышка слева вверху. Яблочко. Фанатики справа. Ладно. Нерзает 4, а скоро можно медь. Не уходим. А чест? Вот военные. Отлично. Отлично. ну опять да у них всякие крутые полезные арты берем что ж выполнена неожиданная помощь ну и все что много артов я понабрал этих уникальных но как их не подобрать когда они попадаются скажите пожалуйста и сейчас такой возвращайся обратно в бар спасибо меченый запомнил подожди я же не веченый я призрак даже не подсказали ни хрена прикинь хотя мне на другом челе висит квестах поговорить со сталкерами у меня на другом висит червак чувачки но он не разговаривает а я не сохранялся свою очередь всем же давай поболтаем не анти квеста не могу что поговорить метро маньяк нет а ты спасибо за помощь удача пока так в смысле а какого лешего эти бегают к кому мне показали к тому я подхожу но молчит а тот который разговаривает с ними какие диалогов нет а а вот сейчас диалог есть а до этого его не было в чем прикол я не понимаю спасибо сталкеры что помогли дальше своим ходом не за что призрак нам все равно делать нечего ну ладно буду в баре обязательно расскажу о вас кстати не подскажете где саркофаг и бум но для начала тебе нужно на чаес переход на чаес находится за стадионом авангард в припяти саркофаг это большое здание вход в него открыт а вот насчет бума то я точно не знаю существует ли он говорят что в саркофаге есть секретная комната которая ведет в бум а вот с этого поподробнее когда ты доходишь до конца саркофага то есть две двери одна ведет к исполнителю желаний а вторая в бум хорошо все все можешь меня потрогать все кайф стрелок назначил мне встречу в бункере управления монолитом сталкеры говорили мне путь сначала нужно дойти на чаес переход ага мне в общих чертах все ясно я нахожусь в саркофаге мне нужно просто добраться до пункта управления монолитом и там встретиться со стрелком будет сделано показывать вам тут всю перестрелку не буду потому что смысла это мне много нормально мне коробка в лесок прилетела это совсем не приветливая честно все остался последний кто ты а мне нужно сломать сатрика стрелок подожди так тут был покойник это случайно не он а вот черт его знает ну давай не понял стрелок что с тобой ты весь светишься что случилось я заменил артефакт черный выброс на ядовитая пляж но телепортатор дал сбой а черт призрак вытащи меня отсюда пожалуйста а вот урод так тебе и надо а вытащи меня пожалуйста выключи телепорт вон он лежит возле меня да ну чего я должен тебя спасать из-за тебя умерло много хороших сталкеров ну ладно сейчас попытаюсь выключить твой телепорт но после этого ты умрешь призрак смог отлучить телепорт стрелка но он потерял много времени в случае чего телепорт был отключен а стрелок и призрак были телепортированы в другое измерение измерение аналогичной зоне но там было все по-другому мутанты были добрые аномалии не убивали а сталкеров там не было старики вот 12 года опять же нормально пойдет я думаю что пойдет продолжение следует продолжение вроде как не последовало подпиваться на мод на пару вечеров но конечно да особенно это главное меню к флв ну по 10 балки ну туда же я думаю оценивать серьезно смысла нет как какую-то супер оценку ставить так простенький модец всем спасибо я между прочим эти моды выбрал из комментариев песни песни железных елок я посмотрел и выбрал из комментов наемный убивца я посмотрел выбрал из комментов так что я считаю комментарии из того что я не проходил я что-то смотрю и выбираю всем спасибо не забывайте оценивать видео и писать свои комменты поддержать меня можно по ссылкам в описании всем пока